Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер! Это новое видео по игре Вангвард Бандитс! Приятного просмотра! В предыдущей серии мы дали отпор опять очередному отряду Гальваса. Гальвас так и не признал нас принцем, но при этом задумался, увидев у нас ультрастрелка. Что ещё у нас произошло? Да и, по сути, мы закупились только в магазине. По сути, ничего такого не произошло. И всё. А, ну ещё мы узнали о том, что шаркинги, если я правильно вспомнил название атака, начали движение по всему континенту. Фокнер их выпустил. И, по идее, у нас сейчас будет битва с... первая битва в прохождении империи. Битва с шаркингами. Ну ладно, давайте в интервью. Продолжаем бухтеть с садирой. Бастион, вы не скажете, Клэр, всё это... Вы не скажете, Клэр, все эти противные вещи, что я сказала про неё, не так ли? Наверное, нет. Вот, примите мои советовости. Она садира намного забавнее, когда она пьяна. Окей. О, кстати, у нас с ней отношения повысились. Прям хорошие стали. Так, ну, Халлок, давай ты. Ты только дружишь с девочкой по имени Милея. Э, Милея. Не, Илья думает... Подожди. Ты только дружишь с девочкой по имени Милея? Или думаешь о ней, как она... Как о чём-то большем, не так ли? Эм... Не знаю. Мы её не видели всю игру. Но после третьей миссии, в принципе, вообще не видели. Ладно. Миссия. Давайте посмотрим, что у нас здесь. И что нас ждёт. Ну, как я и говорил, шаркинги. Предатели прибыли. Командор Заков, тебе приказано возвратиться к Императору. Также тебе приказано не использовать хищника. Я не выполняю приказы предателей. Хищники – самое сильное имперское оружие. Наступила новая эра для имперской армии. Принцесса Садира. Теперь мы – армия тьмы. Которую боятся все на континенте. Ты будешь наказан, Заков. А что? А я что, предатель? Ты грязное животное, Командор Заков. Ты будешь страдать за свою высокомерие. Ну, насчёт страдать. Мы ещё посмотрим, кто из нас страдать-то по факту будет. Ну, что у нас тут? Резак. Ну, короче, всё как обычно. Полностью выключенные шаркинги. Ну, и немного надо, чтобы выключиться на самом деле. Убийство, поток сверху. Большая угроза. Я так понимаю, у солдат у всех такая фигня, да? Да, у всех. Ну, как минимум, двоих мы взяли из четырёх. И увидели, что у них качана большая угроза. Ладно. Давай, турбулянция. В защиту. Первые 30 очков. Бабамс. И делаем вот так. Сицилия. Приходи к нам. Ты сделаешь то же самое. Настукивать будем по противнику шаркингу. На самом деле, хорошая... Блин, одна из лучших сторон империи. То, что у них вот как раз-таки против шаркингов хорошая. Как бы это так назвать-то правильно. Хороший пик против шаркингов. А что именно? Именно много атак ветра. Вот. Много атак ветра. Уйдёшь? А зачем? Конечно. Мы в лесу. Зачем уходить? Она за кустом не заметила просто. Резак не заметила. За кустом. Эх, ладно. Это сильно порез, да? А, нет, это обычный порез. Ну, уворачивайся от пореза. 47 процентов. Да ты издеваешься надо мной. Сицилия, блин. Что такое вообще? Что происходит? Она ниндзя или где? Где у ворота от приёмов такого плана? Самый быстрый атак. Хищники невероятно сильные. Да ладно, он же тебя не бил. Бил-то ты его, а не он тебя. Ну, окей. Невероятно сильные, так невероятно сильные. Окей. Дело твоё. Сейчас, она что-нибудь скажет такого же плана, да? Нет, смотрите-ка, она молчит. Франко. Франко, Франко. Давай вот сюда. У него какой-то странный навык. Походу, тоже есть вкачанный. Он, типа, ходит дешевле по карте. Либо дороже, либо дешевле. Нет, никаких талантов у него нет. Сицилия, уйди отсюда. Просто уйди. Бесполезная, блин. От атаки даже увернуться не может. Да офигеть можно. Ну что это такое? Так, шаровая молния. Я сейчас вот не удивлюсь, если будет то же самое, только уже в Клэр. И Клэру вернётся от такой атаки. Вот вообще ни разу не удивлюсь, честное слово. Не знаю, почему Садира запретила их. А, не как боль. Да ты ж победила. Как ты можешь судить? Он тебя даже не ударил. Ладно, денег 18 тысяч, получено опыта 157. Давай второй, подходи. Куда бить будем? Контрудар здесь бесполезен. Так, а чем бьёшь-то? Порезом. Окей. Удар... Не, удар Ветра Дрога обходится. Выпад. Нет, он сильнее ударит. А лучше тогда вообще ничем не бить. Ну-ка, уйди от атаки, Садира. 47% было. О чём я, собственно, и говорил. Это странная фигня. И меня она бесит. Бастион, ты уйдёшь от атаки? Сильно погиб страшная вещь. 53%. Цицилия, ты бесполезна. Ты бесполезна. Просто бесполезна. Я, конечно, понимаю, мы в прошлой серии ей не купили, блин, мочилово. Но... При чём тут мочилово, в принципе? Вон, торнадо, 66%. Попадает. Халок молодец. Так, вот ты и стой спокойненько. Заков, ты вообще кури. Заков, ты вообще кури. Ммм. Ну, давай тогда удар ветра. Чтоб нам не отвечали в атаке. А иначе будет плохо. Если ответят. Так, уходишь на перекур. Ты, Садира, там издалека можешь настреливать. Всякими турбуленциями. Рязаками вроде они не хотят раскидываться, но и хорошо. Да и тем более мы можем, если что, вот так сделать. Гастион. Внезапный клык, 60%. Попадёшь? Даже если ты не попадёшь, ничего страшного. А, ты попал. Окей, так даже лучше. Так, и у нас, по идее, на сильный порез хватает ещё. На сильный порез мало. Удар света? Вполне. Давай удар света. И добиваем ещё одного шаркинга. Ну, как минимум по двум противникам, шаркингам, я могу сказать одно. Сицилия бесполезна, а шаркинги самим к себе ни о чём. Так вот. Такой вывод я сделал с всего, что было сейчас только что. Ну, серьёзно. На самом деле, вот это так. Они, походу, против этого пика персонажей и силы, которые я в них вложил, так сказать, они бесполезны вообще. Два огня, которые заставляют их уходить в защиту. Полную защиту. Так, ну ладно. Сейчас бастиона со спины будут бить. Сейчас заодно и посмотрим, насколько всё плохо. 58 урона. Там было, сколько, 72 процента. По-моему, там было больше 70 процентов. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, там было больше 70 процентов. Поэтому неважно. Это не 40 и не 50 процентов, которые били эту Сицилию. О-о-о! Заков решил в этот самый... Удариться в атаку. 45 процентов. Увернулся. Ну вот, когда процент меньше 50 процентов точно, то он спокойно уворачивается от всех атак. Ну, собственно, это тебе не Сицилия. Вот и всё. Это тебе не Сицилия. Нет, ты на месте с кроссадира. Быстю. Давай мы что-нибудь попробуем с тобой сотворить. Например, уйти. Например, уйти. Сицилия. Сицилия. Мало. Я понял. Да что ты, серьёзно? Блин, я ж мог это сделать всё одним ходом, по сути. Ну ладно. Ничего страшного. Заморозочка. Яркая бомба. Блин. У неё скорости не хватает. В этом вся проблема. Может ты и отобьёшь его сильно по весу? У тебя вроде есть такая вещь? Нет, нет. Не сможешь ты отбить его атаку. Жаль. Ну ладно. Переживём как-нибудь. У неё скорости меньше, на самом деле, чем у Бастиона. Вот и всё. Франко, давай мы с тобой что-нибудь сотворим страшное. Харясь, например, сотворим. 57%. Маленький процент, но есть такой шанс. Причём шанс неплохой. И ещё минус один шаркинг. Пранк, а теперь ты не даёшь пройти туда. Защита поинтересней. Сразу в снеговика. Садира. Твой выход. Не, а, турбуленция, я понял. Я такое сначала поймал себя на мысли, что почему не понял? Что за урон? Он же вроде в снеговике, а потом увидел он турбуленцию. Точнее, я случайно турбуленцию пикнул. А потом увидел, что я случайно пикнул турбуленцию. Эх, два хп остаётся, жаль. Ну ладно. Ничего страшного. Бастион. Хочу увидеть свет слепца. Урон вообще никакой ещё со света слепца. Но выглядит забавно. Ну вот, шаркингов мы и раскидали. Осталось только заков. Клэр. Зайди за спину. 99%. Всё. Даже заков увернуться не может. Хотя он вроде как один из самых сильных шаркингов. Но у него и атак другого цвета. На Клэр. Ммм, со спины. Ммм. Порез 50%. Клэр, увернись. На, ладно. Окей, я понял. Франко. Также за спину. Только ты уже не с шаровой молнией, а с яркой бомбой. На-ка. 100 хп осталось. Офигеть может. Так, надо бы немножко ловкость поднять. И мощь дать ещё одно. Не, всё. У него больше двух приёмов, походу. Точнее, двух активных способностей. Двух пассивных способностей, извиняюсь. У него больше и нет. На-ка ветерком тебе по голове. Ещё и порезали ему ума. То бишь попадать он будет реже. Садира сейчас придёт, настучит ему по шапке. Ибо чё он там. Совсем офигел. О! Вполне, в принципе... Кстати, а можно чё-нибудь подешевле? Чтобы он ответил, но подешевле. Нужно только подороже устроить. Я просто хотел бы его вообще убить. Ты опозрел всю империю, Заков, и я ненавижу тебя за это. Твои слова делают меня ещё сильнее. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли, Заков. На-ка тебе, выпадом. Забавный тип. 67 очков опыта. Нет, ты не будешь ничего делать. Кувырок можем посмотреть, в принципе. А, нет, не можем. Да, и смысла нет. Сиселись и генажок ровно. Он в звезде, так что мы можем использовать летающий танец. И закончите миссию. Будет красиво. Бам. Настучали по голове Закову. Победа. Ты не можешь победить хищника. Но я же победил. Никого не потеряв при этом. 428 очков опыта и 18 тысяч денег. Вот если бы эта миссия была перед магазином, вот было бы вообще великолепно на самом деле. И денег было бы больше. Так, что нам такого качнуть? Что бы нам такого качнуть? Ловко скид две штучки дать. И защиту одну. Я никого не вижу на Скаре. Мы всех победили. Теперь я понимаю, почему королевская армия отступила хищников. Невозможно остановить. Мы должны уничтожить Фолкнера перед тем, как они наделают этих штуковин. Но я думаю, что уже не наделают. Хотя кто знает. Кто знает. Поздравляю тебя с победой. Спасибо, Диплоган. Но это только временно. Они не останавливаются, пока они уничтожат нас. Нам нужно отрубить их голову, если вы не возражаете. Ты хочешь сказать, что мы должны атаковать империю и убить Фолкнера? Я понимаю, что проще сказать, чем сделать. Но все, что у нас осталось... У меня есть идея, принцесса. Я могу... Позвольте мне пробраться через имперскую границу и найти Фолкнера для вас. Ты уверен, Сицилия? Граница будет, несомненно, охраняться их новыми орудиями. Все будет в порядке. Принцесса. Красная чрезвезопасность — это как раз то, что делают ниндзя. Как только я надул Фолкнера, я пошлю вам доклад. Потом мы соединимся и атакуем их вместе. Значит так, Сицилия. Удачи и будь осторожна. Мы будем все молиться за тебя. Спасибо, принцесса. Я беспокоюсь, Сицилией, почему она подвергает себе опасности. Все видели ее улыбку, но я видел печаль в ее глазах, что ее так беспокоит. Извините, дек Логан. Что, солдат? Имперская армия снова движется, сэр. Они движутся к стране Хибернии. Хиберния? Фолкнер, похоже, чувствует себя довольно уверенным, чтобы столкнулся с лордом Алденом. Этого достаточно, чтобы зародить страх в моем сердце. Мы пойдем на помощь Алдену. Мы ничего ему не должны, но я не хочу, чтобы Фолкнер двигался. Нам также нужно больше опыта в битве с... Как их зовут-то? Только что называл. Шаркингами. В конце концов, мы найдем их слабое место. Хорошо, принцесса Садира. Обещай мне, как всегда, что ты и твои друзья будут осторожны. Конечно, дек Логан. Мы скоро увидимся. Так, ну окей, ладно. Мы отправляемся в Хибернию. Солдаты Логана сказали, что имперские силы находятся к северу отсюда. Итак, они уже внутри границы Хибернии. Ты думаешь, солдаты Хибернии снова будут злыми видеть нас? Мы должны воспользоваться шансом. Ох, и почему мне кажется, что будет все очень-не очень? Вот они все. Приготовьтесь. Так, ну что, оснащение. Так, нас осталось пятеро, да? Ну, что я постоянно проверяю статусы? Я вот, блин, не могу себя остановить. Я захожу и начинаю проверять статусы. Невольно. Хотя ничего вроде уже не изменится, в принципе, до конца игры. Так, ладно. Сейв. Ну вот я говорю, вот была бы эта битва перед магазином, было бы вообще великолепно. Ну ладно. Запись сделана. Хорошо. Так, по идее, еще один магазин будет в имперской столице перед битвой. С Фолкнером, получается? Нет. За... До этого, по идее, должен быть еще один магазин. Ну ладно. Интервью. Франко, ладно. Принц-Бастион, принцесса Скала вас. Вы уже говорили с ней? Нет, сейчас отправлюсь. Бастион. Я надеюсь, что позже вечером мы сходим прогуляться и обсудить наши отношения. Да, пожалуйста. Е-мое, проблем нашла тоже. Я думаю, возможно, вы меня... Вы и я были бы хорошей парой. Только я вспоминаю, что я слишком высока для вас. Ну, такое себе, на самом деле, мнение. Ладно. Миссия? Давайте миссия. Вообще не понимаю вот этой вот разницы в росте и всем остальном. Это глупая вещь. На самом деле, очень глупая. Стоять! Имперская принцесса. Мы уже победили тебя, Заков, и я еще раз тебя унижу. Нет, принцесса, послушайте. После того, как вы победили меня, Фолкнер сказал, что я позор империи. Я вышел из рядов имперской армии. Мне некуда идти. Садира, помоги мне. Комодор Заков, ты лжешь. Что? Почему ты не веришь мне? Ну, потому что я слишком большой эгоист, чтобы просить помощи, особенно у женщины. Ты такая умная. Мои разведчики верны. Имперская армия втоглась в нашу страну. Лорд Алден. Как скажешь, принцесса Садира. Я вернусь в империю и договорюсь с лордом Алденом. О чем ты говоришь? Пока, принцесса. Подожди. Я все думал, когда же ты восстанешь, принц Бастион? Лорд Алден, присоединяйся к преследованию командора Закова и остальных. У нас есть еще время, чтобы догнать их. Тебе нечего скрывать, Садира. Мы все уже знаем. Скрывать? Наши разведчики видели солдат Империи, готовых вступить в бой против нас. Это невозможно. Не говорю тебе, принц Бастион. Твой выбор может погубить нас всех. Я даю тебе еще один шанс, Бастион. Сдавайся, иначе умрешь. Ты не понимаешь, Алден. Ты совершаешь ошибку. Мы все союзники. Еще раз, Бастион. Ты принял неверное решение. Ох, Алден, это ты принял неверное решение. Ох, ты принял неверное решение. Да жути неверное. Ну, походу, у нас будут некоторые проблемы, да? В принципе... Нет, будут все-таки проблемы. Мы знаем силу Делвина. Барлоу, на самом... Сколько у тебя защиты? Ооо, ху-ху. У меня тут вопрос появился. Мы его пробивать-то вообще будем, нет? Ох, и жуткая будет битва. Ой, жуткая. Чувствую я, жутко будет. И тяжко, на самом деле. Не надо было мне этого смотреть. Просто не надо. Мне бы так жилось проще. Ладно, сами уходите ко мне. Не буду я с вами к вам вылазить сам первый. Делвин в бой рвется. Ладно. А может, все-таки еще постоять? Да. Начинаем. Начинаем действовать. Первым делом вырубаем Делвина. Иначе он, блин, очень много проблем нам сделает. Пытаемся вырубить его. Так, ветер сзади. Давайте бастиона. Ветерком немножко подгоним. Пускай у него ума побольше будет, и точность повысится, скажем так. Вот единственное, что я подставил садиру, вот это неправильно немножко. А, ну меня подножкой атакует, тогда ладно. Хотя 20%. Ну, садир, молодец, она упрыгивает. Она, умничка. Это не Сицилия, блин. Ох, теперь чувствую ее и весь день вспоминать буду. Удар ногой, серьезно? Дядь, ты че? Не, они меня, походу, за цель не считают, в принципе. Ну ладно. Ледяной смех? Ну, конечно. А как без него-то? Как без него-то? Присажение с силами империи, как без это? Без ледяного смеха-то? Надо ж посмеяться. Как странно, Барлова до сих пор не исходил. Не, нормально, пробиваем. Все, все в порядке. Вы до сих пор с крышлузами в руках бегаете? Серьезно? Ребята, вы вообще адекватные, нет? Я только что-то, внимание, сейчас на это обратил. Обычно люди к этому времени уже бегают с дорандерами, вот. А вы до сих пор еще с крышлузами гоняете? Тяжелый случай. Мне вас жаль. А, ты оттуда до меня все-таки достаешь, да? Ну ладно, тогда у ворот. 30% Зачем уворачиваться? Непонятно. Кто вообще придумал этот ворот от ледяного смеха? Вы что, серьезно? Уворачиваться? Кто я такой, чтобы увернуться от этого приема? Подумал, наверное, Франко. И не увернулся. Ну ладно. Так, первый готов. А, кстати, они довольно уровнем высоки. Ну, относительно халок. Относительно халок. А сколько у них уровень вообще, в принципе? А, нет, они одного уровня были с халок, когда все это началось. Когда все это началось, они одного уровня с халок были. Ладно. Удар света. Делвин, привет. Я думал, ты честный человек, бастион. Ты неправильно думаешь. Заткнись, бастион. Мне надрела эта война. И твоя ложь. Раздражает меня. Послушай меня. Обязательно они тебя послушают, бастион. Обязательно. Они же такие же, как Гальвас, Генлан и все тому подобное. И все тому подобное. Они же очень умные. Они все знают, кто, как и когда лучше. К этому не обращай просто внимания. Просто не обращай внимания. И не расстраивайся. Мм, 65% он увернулся. А у нас Франко не смог увернуться. Ну, как-то так вот вышло. Как-то так вот получилось. Ну ладно, один фиг мы сейчас сделали, но убьем. Я не собираюсь с ним долго, как это, возиться. Он сейчас просто умрет. Клэр, подойди сюда, пожалуйста. Давай шаровой молнией. Он в этом Эйголе ничего не сделает нам. Он так выхватывает. Сейчас, если у нас еще и кто-нибудь из наших сходил бы, то мы бы его добили. А кто-нибудь из наших, я имел ввиду, например, как его? Халок. Например, Халок. Турбуленция одна, и он. А вот и Халок. Долго ходить не надо. До свидания. Ну, если я, конечно, попаду. Ну, а так, в принципе, до свидания. Ну, ладно, не попал. Хорошо. Хорошо, ладно. А, нет. Не уходя отсюда. А иначе за спину зайдут. Гастион, вернись. 45 процентов. Блин, довольно высокий процент. Ну, ладно. Не, ну, относительно того, какие удары тут проходят. 45 процентов. Это делящий удар, может быть. Давай, делящий удар. Там 57 процентов, конечно. Ну, давай. Он и вернется. Но зато он под звездой теперь. Зато он теперь под звездой. Барлоу, что делать будешь? Людиным смехом Клэру атаковать. 23 процента. Все так же. Клэр. Франко, учись. Франко, учись. Так. Что бы нам такого сотворить? Постоять нам надо. Но при этом надо убить Делвина. Франко. Заморозочкой. Он не уйдет. И путь тебе. Честное слово. Боль от поражения находится в районе этого... В руках этого подонка. Что-то странное ты сказал. Ну, либо кто-то там перевел. Очень странно. Ну, окей. Это не мое дело. Давайте ума ему дадим. И ловкости. Клэр. Давай яркую бомбу. Барлоу. Воу. Оу. Нифига у тебя реально защиты. Мы тебя, в принципе, походу, пробивать не будем, да? Ладно. Барлоу пока пускай поживет. Я уверен, что для нас очень большой проблемой будет Алден. Вот прям максимально здоровой проблемой. Ну, ладно. Сейчас что-нибудь порешаем. Выпад. Миллер, ты серьезно? Выпадом. А, ну хотя у нее довольно мощный выпад будет. Мне показалось ли, она сейчас 99% потеряла просто. Просто сказала такая... Ммм, у меня 99%, ну и ладно. Не буду бить. Бам. Только что сейчас сам Миллер пытался... Как это? Пристыдить за выпад и Бастионом сделал то же самое. Лучше бы я два сильных пореза выдал. Было бы веселее. Халок. 35 будет? Будет. Но правда Алден может вылезти. Нежданно, негаданно. Ну ладно, не суть. Сделай правильно. Отлично. Молодец. 17 хп осталось, да? Здрасте. А вам чего? Тоже выпадом, да? Молодцы. 37%. Ммм. Ладно, я перестану сейчас смотреть на эти процентики, ну их нафиг. Не, ну озвучивать хотя бы. Просто буду стараться увернуться. Это, скажем так, я чувствую месть была. За то, что я увернулся на 99%. И вот эти два удара. Ладно. Ты довольно быстрая. Ты довольно быстрая. Сколько у тебя вовкости? 24. Ну да, ты довольно быстрая. Что, будешь атаковать? Нет? Нет, не будет. Ну и ладно. Франка, ну ты же не попадешь, да? Ну конечно. Чему я удивляюсь? Флэр, а ты что-нибудь сделаешь, нет? Хорошее. Ты, наверное, простоишь. Тем самым сделаешь что-то хорошее. Алден, ты куда будешь? Ледяным смехом бить? Тоже очевидность. Само месью очевидность. Бастион, да? Бастион. Бастион. Да убей ты его, пожалуйста, а. 73 процента. Ну давай. Хорошо. Окей. Победили. Так. О, уровень. Уровень это в тему. Уровень в тему, да. Давай тебе ума немножко поднимем. Две единички. И поднимем защиту. Давай еще один удар света провернем. Пускай защищаются. Надо было на самом деле хп принимать, но ладно. Миллер, ты в засаде. Не, неправильно сказал. Ты в осаде. 82 процента. Окей. Блин, сам только что сказал, что не буду больше озвучивать эти процентики. И зачем-то продолжаем. Ну все, хватит. Отжила свое. Бок Алден. Воу. Все настолько, блин, запущено. А еще империю называют этой самой жестокой нацией. К тому же Алдена в абсолют возвели. Барлоу, ты надоел. Вот честно тебе скажу. Ты вот прям сильно надоел. Танка сделает то же самое. Отлично. Знаете, что я вам скажу? Самое отличное, это то, что мы избавились сразу от персонажа, который вносил бы очень много урона. Я проделлено. Девлено. Да, продевлено. Потому что этот чувак вносил бы очень много урона. И было бы очень больно. Ну а так как мы от него избавились, все стало куда лучше. Молодец. Умничка. Ты отличное место выбрал для своей кончины, скажем так. Мы по резикам тебя ударим. Сейчас мне она будет... Да. Порез сильнее, чем сильный. Порез у противника. Это довольно забавно. Это очень забавно, я бы сказал даже. Подножка 20%. Блин, да и хорош. Остановись, гим. Алден, ты будешь подходить? Будет. Будет. Увернулся она не увернется в любом случае, да? Хотя, возможно, и увернется, если быть честным. Давай попробуем. Лучше бы не пробовал. Надо было отвечать. Надо было отвечать. Алден. Сейчас будет то, что ты не ожидал. Пожалуйста, лорд Алден. Я не хочу тебя убивать, принцесса Садиром, но ты не оставляешь мне выбора. Это какая-то ошибка. Да. Ошибка именно Алдена. То, что он не поверил сразу. Бат. Бам. Ба-бам. У него хоть и много защиты, но при этом он не живет. Он так же, как и вся эта... Извините, армия... Кончатых дебилов, блин, извините. Не слушать, что им говорят. Зачем слушать? Не, ну, конечно, империя и королевство враги. Киберния вообще, вроде как, из прохождения за королевством мы знаем, придерживаясь нейтралитета, но... Нет. Никакой там нейтралитет не соблюдается. Ну, насколько я вот вижу, вот, по действию Малдена. Он сказал, что он хочет воевать с империей, он воюет. Ему так удобнее. Какой нейтралитет? О чем вы? Кто такой этот ваш нейтралитет? Зачем он нужен? И кто... Кому он сдался? Эй, Халден, у тебя как бы хп кончается. Да и ты снеговичком становишься. Я хочу, чтобы его добил... Вот, просто хочу, чтобы его добил Бастион. Да, я знаю, что Бастион сейчас пойдет в звезду. Не-не-не-не-не-не, не отсюда. Вот отсюда. Просто я не сильно уверен, что его нельзя отклонить от этого. Твоя смерть будет мучительной Бастион. Черт, Халден, мы пришли сюда не сражаться, а помочь тебе. Почему ты не веришь мне? Ты связан с имперской армией, а значит ты враг. Ты не прав, Халден. Вот о чем я только что говорил. Зачем слушать то, что тебе говорят? Ну все, Халден, пока-пока. Я хотел его убить именно Бастионом, чтобы вот этот диалог появился. Ну просто я был уверен в том, что он появится. Я не верю. Я так потерял... Я так потерял слишком много хороших воинов. Наверное, там я потерял слишком много хороших воинов. Ты всех потерял на самом деле. Абсолютно всех. Так, еще две защиты повышаем и мощь еще. Что-нибудь открылось новенькое? Нет, как я и думал. Ну, собственно, просто сейчас получаем какие-то навыки. Ой, не навыки, а просто что-то получаем. Баловый ты туда же. Тоже с твоими подножками. Ну, блин, компьютер. Ну, сейчас совсем. Ближе к концу игры ты начал чудить фигню. Ладно. Как у нас вообще, в принципе, очков 50, да? Слабо. Ну, тогда удар ветра. Тогда удар ветра. Он немного сильнее. За меньшее количество очков. Мне не нравится то, что у них слишком много защиты. У этих ребяток слишком много защиты, я бы даже сказал. Ну, я их слабо пробиваю. Из-за этого как мощь растить. Ты идешь в бастион обить? Серьезно? Сколько? Три урода? Блин. Извините, конечно. Ну, это прям глупость какая-то. А, ты в лицо решил его ударить. Вперед, братан. Я, конечно, не уверен, но... Блин, ну... Ну, бастион, ну... Как бы... Ну, да, ну, как бы... Ладно. Я понял. Я посмеялся, но это было рано. Это был глупый смех бы, если бы... Так оно и получилось, собственно. Да я зря посмеялся. Не получилось то, что я подумал, что может получиться. Не вышло. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. То количество урона, которое они вносят, оно детское. Оно прям вообще детское-детское. Барлоу, давай с тобой драться. На выпадах. Серьезно? А если я ногой тебя... Деть, ты чё? Барлоу, ты чего? А, вот ему отвечает. А если сильный порез? Отвечает. Шаровая молния? Отвечает. Ну давай. Отвечай. Плохо получается у него. Отвечай. Максимально плохо. Ладно, это тоже не моё дело, как бы. Компьютер так решил. Для него Квейра опаснее, чем у Франко. Хотя по сути плюс-минус они одинаково. По урону. По мощи имеется в виду. У Франко, по-моему, даже побольше силы, если я не ошибаюсь. 27. 25. Да, у Франко даже больше. И Франко он отвечает. А Квейри он боится ответить. Странный тип. Пришёл твой конец, да? Пришёл его конец. Да ты так-то и не проиграл ему. Ты когда в звезде был, ты ему... Звездюльну высыпал. Барлоу, пока-пока. Он, кстати, плачет. Это уже какая? Вторая по счёту миссия, которая заканчивается летающим танцем. Забавненько. Прикольно. Интересненько получается. Ладно, победа, так победа. 50 очков опыта, 4 тысячи денег. Понимаю. Что за трагедия? Это не должно было произойти. Ну, это во всём Заков виноват. Давайте винить его. Один из людей лорда Алдена, что... Один из людей лорда Алдена сказал, что одной из орудий принца было захвачено имперской армией. Чего? Как империя смогла обдурить имперских... Ээээ... Как империя смогла обдурить хибернианских пограничников? Простая подделка атак, которая выглядит как обычная, на самом деле не функционирует так. Это было, конечно, очень сложно, но с ресурсами империи не невозможно. Но кто это был? Конечно, если Мадок смог построить такое ужасное орудие, как Акулья, почему не модель Сельфида? Не Сельфида. Если ты обдумываешь возможности, это резонно, да. Ты упоминал его раньше, он главный инженер империи? Да, он и Фолкнер всегда были как-то необычно близки. Теперь я понимаю, почему. Со своими... Подде... Поддельными? Сельфидами? Почему сельфидами именно, блин? Империя испортила мою репутацию. А, вон оно что. Вот теперь я понял, почему сельфидами. Если лорд Алден не поверил бы нам, то нам было... То нам больше некого убеждать в нашей невиновности. К сожалению, принцесса Садира, вы правы. Мы даже... Не будем знать, куда идти. Фолкнер решил обернуть целый континент против нас. Невероятно. Не расстраиваюсь, Садира. Фолкнер просто привлекает наше внимание. Ты прав. И у нас шансов больше нет. Мы могли убить Фолкнера до самого... До того, как мы не убили самих друг друга. Абсолютно. Единственная проблема, что мы ничего не слышали еще от Сицилии. Она должна быть на имперской территории, чтобы связаться с нами, не обнаружив себя. Я думаю, что она присоединится к нам после того, как мы пересечем границу. Ты права, Садира. Нас будет несложно найти после того, как нас будут атаковать со всех сторон. Я пойду с тобой, Садира. Типа, понадобится вся моя энергия, которую можно собрать, чтобы достигнуть имперской столицы. Нет, папа, ты должен остаться здесь и защищать свою страну. Нет, Клэри. Я назначу Шиона на эту должность, я уже решил. Папа, я же сказала, нет. Я иду, ты остаешься, понял? Ну, Клэри, давай. Хорошая попытка, папа, но твое недовольное лицо не поможет тебе. И поэтому, если кто-то захотит в нашу страну и людей, я никогда не прощу тебе этого. Хорошо, Клэра. Обещай, я останусь. И обещай, что ты вернешься, когда поймешь, что тебе нужна моя помощь. Ну, как бы не так, папа. Окей. Окей, окей. Мы приближаемся к столице. Но теперь нам нужно пробраться через это охраняемое место. Это возможно, но эти войска прислушаются к моим приказам и пропустят нас без инцидентов. Если нет, то нам придется драться. Я собирался сражаться в любом случае с Адирой вперед. Давайте посмотрим, принадлежат ли Садири еще хоть какая-нибудь власть вне империи. Может быть, в империи? Ну ладно, внесу. Вой полярного волка. Ну, хорошо. Давайте сохранимся. И мне очень интересно, какая это миссия. Если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, то эта миссия должна быть у стенок. Первая, ну, свобода Зульварна. Да, это именно она. Два атака. Около крепости. Насколько внутри? До недавних событий там было бы установлено 8 атак внутри. Сейчас, конечно, как бы то ни было, ты не знаешь. А что, если там больше? Восьми. Что, если они шокинги? Может, нам не следовало привезти отца? Спасибо за живую беседу, Клэр. Так. Ну ладно, не суть. Я просто хотел убедиться в том, что это будет именно эта миссия. И вот как раз после этой миссии появляется магазин обычно. Вроде как во всех сюжетных танцовках, насколько я помню. Но я могу ошибаться. Я же все-таки тоже человек. Ну ладно. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока! Пока!